Дорогие друзья, мы с вами находимся в МГУ на факультете биоинженерии и передо мной руководитель этого факультета Максим Владимирович Кулачев. Кулачев Максим Владимирович, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник биологического факультета Московского государственного университета. Родился в 1973 году в Москве. Окончил биологический факультет МГУ по специальности молекулярная биология. Занимался научными исследованиями в Швейцарии, Германии и Финляндии. По второй специальности переводчик. Перевел книгу Джона Броснана «Пойна небесных властелинов». Его отец, академик Российской академии наук, биохимик Владимир Скулачев, занимаясь много лет проблемами старения человека, создал мощный антиоксидант ион Скулачева, с помощью которого можно затормозить процесс старения. Совместно с академиком Владимиром Скулачевым работают над созданием лекарственных препаратов, замедляющих процесс старения и направленных на борьбу с различными возрастными изменениями человека. Но прежде чем мы начнем беседу о уникальном ионе Скулачева, который продлевает человеческую жизнь, и поговорим о вообще предмете старения. Итак, ваш отец Владимир Петрович Скулачев, академик Российской академии наук, Европейской академии естественного знания, почетный президент Всероссийского общества биохимиков, и с конца 60-х годов занимается проблемами геронтологии. И он автор огромного количества работ и занимается наукой уже, получается, около 60 лет. С середины 90-х годов исследования в области проблем старения организма и продления человеческой жизни получили особенно широкую известность и приковали внимание всех, кого интересует эта проблема. Именно поэтому и я сейчас здесь у вас, потому что меня, как и любого другого человека, интересует, что такое старение, что происходит с нашим организмом, как природа заложила в нас этот механизм старения и вообще, возможно ли его победить. Итак, насколько я понимаю, старость – это болезнь или это не болезнь? Нет, это не болезнь. Ее часто пытаются приписать к болезням, но мы категорически против. Дело в том, что болезнью можно не заболеть. Если не подцепил инфекцию, ты можешь всю жизнь прожить и не болеть корью. А от старости, к сожалению, человек избежать пока не может. А это запрограммированная в нас финальная стадия развития нас как животного, как организма. То есть мы должны умирать, чтобы эволюционировать? И старость, на наш взгляд, изобретена природой для ускорения эволюции. И фактически много лет мы уже не меняемся, да? То почему тогда, если старость – это как некий артавизм, почему тогда она продолжает существовать? Вот это самый главный вопрос, который мы задаем общественности, что эволюция человека практически прекратилась. Мы ее заменили техническим прогрессом. Когда нам нужно полететь, мы не ждем, пока у нас вырастет крылья, чтобы перелететь океаном. Мы строим самолеты. И так вплоть до всех мелочей. Поэтому реально, какое-то изменение человечества, конечно, идет, но она настолько медленно и в совершенно непонятную сторону. В общем, это не та эволюция, которая шла в джунглях. И поэтому ускорять ее точно уже не нужно. И тратить на это огромные ресурсы. Старение – это очень дорого. Поэтому любому биологу очевидно, что старение у человека исчезнет. И очень скоро. 500 тысяч лет, миллион лет. И мы присоединимся к клубу нестареющих существ. На мой взгляд, это некое безобразие. И, может быть, можно что-то применить, все тот же технический прогресс, чтобы что-то сделать уже сейчас, прямо вот в этом же поколении. Прямо же. А что должен тогда... На что должен надеяться 52-летний мужчина, если я бы захотел стать этим волонтером? А ведь вы объявляли, говорили о том, что вы будете набирать волонтеров, которые на себе попробуют Ион из Кулачева. А мы набираем этих волонтеров, а 52-летних нам сейчас не разрешили взять. Почему? Потому что Минздрав настоял на том, чтобы начали наши исследования, клинические исследования, лекарственного препарата с Ионами из Кулачева, на очень небольшой выборке максимально здоровых людей. Всё-таки это новое вещество, оно придумано из головы академикам Скулачевым. Он не существует в природе. Мы его синтезировали вот в этой лаборатории, и теперь... Всё здесь происходит? Здесь происходит прямо и сейчас, очередные партии выпускаются прямо здесь. То есть мы сейчас сидим, разговариваем, а здесь процесс идёт. Ну вот он приостановлен, и как только мы освободим помещение, мы продолжим. Мы недолго займём эту лабораторию. Но реально, на самом деле, одной партии нам хватает довольно надолго, поэтому вы не нарушаете технологический процесс. Но такое вещество абсолютно новое можно тестировать на очень здоровых людях, на очень небольшом количестве, там, 20-30 человек. Таковы правила. Мы пытались торговаться с Минздравом. Это немножко, чтобы нам сразу разрешили испытания на определенные болезни. Нам грамотные люди объяснили, что, пожалуйста, не надо. Вы сначала должны доказать, что оно не вредное. Мы это доказали на тысячи животных, на собаках, на кошках, на крысах, и даже на одном медведе из цирка. Да ладно? Ну, к нам обратились циркачи, у них списывался по старости из-за слепоты медведь. И мы продлили ему с помощью глазных капель творческую карьеру. Мы очень гордимся. Но Минздрав сказал, что мы рассмотрели все эти данные очень замечательно. Именно поэтому мы разрешаем вам такую сумасшедшую молекулу испытывать на здоровых добровольцах. Вот сейчас мы проведём это испытание. Мы убедимся, что никому не стало хуже. Это будет однократная доза, они один раз примут препарат. Мы померяем, в первую очередь, уровень препарата в крови, чтобы рассчитать его дозировку. Для человека у нас всё-таки метаболизм, пищеварение немного другое, чем у собак и крыс. А тут важно не ошибиться в действующей концентрации. И вот после этого можно будет переходить опять к исследованию, но уже на людях более-менее любого возраста, с разными возрастными болезнями, пытаться их лечить. Вот, собственно, вот такой план. А правда ли, что женщины пытались использовать как крем для омоложения лица, дабы не желая стареть, именно капли для глаз этих ваших? Да, это такой некий анекдот, который... Ну, это действительно произошло. Дело в том, чтобы побыстрее довести наше вещество до человека, мы использовали один трюк. Чтобы получить разрешение на системное применение перорального препарата, ну, такой раствор для выпивания, который, ну, по идее, должен замедлять старение всего организма. Вот это мы только-только получили, это разрешение. Это почти через 9 лет работы. И это правильно, потому что такие сумасшедшие молекулы нужно сначала на животных очень хорошо испытать. Мы обнаружили, что это же вещество замедляет развитие старческих болезней глаз. Это тоже было бы довольно неплохим достижением. И когда еще... Это обнаружили мы в далеком 2008 году. И тогда мы понимали, что нам на общий препарат системный еще очень нескоро выйдут разрешения. А тут местное применение в виде глазных капель. И оно тоже сработало на животных. И, опять же, все тот же страшный Минздрав. На самом деле, они большие молодцы, они все делают правильно. Он сказал, что да, если вы хотите делать глазные капли, вы должны доказать, что это не вредит только глазам. Это гораздо быстрее. Провели все опыты на животных, потом на добровольцах. И вот в конце 2012 года эти капли поступили уже в аптеки для пациентов с определенными старческими болезнями. Их тут же смели. Я знаю, что были на Севастопольском проспекте небольшие беспорядки. Это была первая аптека, куда мы поставили. И покупали в таких количествах, что явно не для того, чтобы капать в глаза, потому что это на всю семью, на много лет вперед. И мы выяснили, что некоторые дамы их покупают, чтобы мазать на коже, потому что там все тот же Йонс Кулачева, который замедляет старение. Они не хотели, чтобы старела их кожа. Это ни в коем случае не надо делать, потому что в глазных каплях есть консервант, который вредный для кожи. Там очень маленькая дозировка. И вот, идя навстречу, так сказать, чаяниям трудящихся, мы сделали другую форму, косметическое средство, добавили туда наши Йоны, добавили их в 40 раз больше, чем в глазных каплях. И сейчас это косметическое средство потихонечку продается в России, в аптеках, его можно купить. Это вот чтобы ни в коем случае не мазаться глазными каплями. Ну, значит ли это, что когда Иоанн и Скулачевы начнут как следует работать по всему миру, мы превратимся в библейских старцев, которые живут множество лет и дают потомство, кстати. Да, и говорят, что в 600 лет выглядит так хорошо, что никто им не дает больше 360. Да, да, да. Говорят, что вот библейские старцы, почему так было описано, что они так долго, много лет жили, потому что они год за месяц, что ли? И поэтому они прожили нормальную человеческую жизнь, но если, естественно, ее увеличить 12 раз, то она получится какая-то такая фантастическая. Все-таки в современном мире официально зарегистрированный рекорд продолжительности жизни для человека – это 120-го года. Это француженка Жанна Кальман. Никакая, кстати, необитательность Ант или Кавказских гор, а вполне обычная. Ну, она в основном жила в Провансе, но в Париже тоже. И там продолжительность жизни вообще больше, чем по Европе, по Франции. Кстати, нет, рекордсмены в Европе – итальянцы. На острове Сардиния, там есть зона, где аномальное количество 100-летних. Там дожить до 100 лет совершенно нормально. Если ты умер раньше, тебя спросят, что случилось. И есть несколько мест на Земле, кстати, где вот кучкуются вот эти люди, которые, ну, 100-летние в первую очередь, с большой продолжительностью жизни. Почему? Никто на цену до конца не знает. Но 122 года – это некий современный предел жизни, да? Да. Это официально зафиксированный по церковным книгам с несколькими кросс-ссылками рекорд. Так вот, да, вопрос был… О библейских старцах. Да, о библейских старцах. До такой продолжительности жизни, конечно, нам дожить, мне кажется, не светит. Но на самом деле я даже не уверен, что есть ли в этом задача. Потому что если экстраполировать очень смело наши результаты на животных, на человека, они не стали жить сильно дольше их продолжительной жизни. Но у них примерно удвоился период молодости. Вот это было бы очень хорошим результатом. Качество жизни сохранялось на хорошем уровне. Ну, у этих мышей как бы лет до 80, если переносить на человека. А тут, кстати, есть интересный закон. Ведь человек очень много раз резко продлевал свою продолжительность жизни, увеличивал. Мы редко доживали там до 25-30 лет в дикой природе. А когда мы изобрели шкуры, огонь, просто решили проблему голода и холода, мы стали жить гораздо дольше. Следующим колоссальным открытием были антибиотики, гигиена, санитария. Это ещё раз удвоило даже больше. И пенициллин. В первую очередь пенициллин. И мы стали жить до 80 лет. Но вот когда мы делали такой прорыв, потом вылезали какие-то болезни, о которых раньше никто не слышал. Говорят, что, по-моему, был Аристотель, кто первый описал рак. Он был страшно рад описанию крайне редкой экзотической болезни. Потому что в Греции пойди найди там какого-нибудь 60-70-летнего человека, у которого действительно эти раки развиваются массово. Он описал какой-то юношеский рак у 30-летнего, он был очень доволен. Это совершенно не было проблем для человечества. Когда антибиотики продлили нам жизнь до 80-90, выяснилось, что есть такие сердечно-сосудистые, нейродегенеративные, онкология, о которых раньше никто и не думал. Поэтому мне кажется, что если мы сейчас решим основные вот эти проблемы старения с помощью йонов с кулачев и, может, каких-то других лекарств или вместе, то вылезет ещё что-то, о чём мы просто ещё не подозреваем. И всё равно нам не дадут жить больше, чем лет до 120-130. Значит, природой заложен некий механизм, который так или иначе всё-таки заставляет нас стареть и умирать. Да. Вот у природы есть такой закон, что если она что-то решила, она выпьет обязательно. И мы можем с этим бороться и откладывать... Ну, не только у людей, у всего живого или есть какие-то исключения, кто не стареет? А вот это одно из главных доказательств нашей концепции, что она, ну, если она неправильная, хотя бы имеет право на существование, а что старение не обязательно. Нам просто не повезло. Мы такие, мы стареющие существа, а есть не стареющие. И они бывают разных типов. Некоторые просто не доживают до своего старения, потому что они умирают гораздо раньше от какой-то очень глупой причины. Ну, хорошо, вот из-за чего умирают травоядные? На самом деле, у них есть старение, это некое, они вместе работают. Но основная причина смерти глупейшая. У них четыре раза меняются зубы, которые все время стачиваются в жёсткую траву, а пятые не меняются, не вырастают. Они умирают от голуба. То есть, если бы у травоядных были стоматологи и нормальная пища, они бы жили гораздо дольше в дикой природе. Да, природной уже заложено. Четыре смены зубов и всё. Или, например, есть австралийские сумочатые мыши, у которых самцы живут только один сезон. Потому что после сезона размножения гона у них сходит сумма надпочечники, выбрасывает огромное количество гормонов в кровь, и они умирают от дикой почечной недостаточности, прям немедленно. Они не могут пережить вот этого взрыва. Это, естественно, происходит не из каких-то внешних причин, это запрограммировано. Для увеличения разнообразия и ускорения эволюции им даётся жить только один год. И таких примеров огромное количество. Да, кстати, совсем ужасный пример для вот такого обогащения эволюции – это богомолы. Ну да, как бы. У которых самка убивает самца в процессе спаривания. Раньше думали, что это потому, что она такая свирепая, но богомолы такие вообще серьёзные товарищи. Самку не больше, чем самец, он там как-то вот к ней пролезает, в конце концов он замечает, что здесь кто-то есть, его сжирает. А это категорически не так. Недавно выяснилось, что у богомола голова выпускает специальные сигналы, которые подавляют семяизвержения. Семя не может выйти при спаривании, пока у неё есть голова на плечах, его нужно снести. Что и делает самка. Боже мой. И это, на самом деле, она может его даже очень сильно любить в этот момент, но если она хочет от него детей, вот это вот, к сожалению... На эту голову-то отъесть. ...голову приходится отъедать. И это гарантирует богомола, что он сможет только с одной самкой оставить потомство, и при их продуктивности это резко увеличивает разнообразие потом в следующем поколении. То есть причины смерти в биологии, их колоссальное количество, и старение тут совершенно необязательно. Из этого следует ещё одна гипотеза, что раз старение ускоряет эволюцию, то есть некоторые виды, которые изобрели себя такое, и настолько хорошо себя чувствуют, что им уже даже эволюционировать некуда, они практически совершенны. И гипотеза заключается в том, что такие виды, скорее всего, будут жить гораздо дольше и не будут стареть. И это действительно правда. А вот есть очень два близких по физиологии существа. Землеройка — это такое на мышку похожее существо, насекомоядное, живёт на поверхности Земли, её жрут все, кому не попадет, умирает от голода, холода, и жизнь ужасна. Но зато он очень быстро приспосабливается. Живёт там 2-3 года. Есть очень похожее существо на землеройку — это летучая мышь. У неё никаких этих проблем нет. Она покрывает огромные расстояния за счёт полёта в поисках еды. Там же она находит себе удобную пещеру, в которой, чтобы ориентироваться, ей не нужны глаза, у неё есть эхолокация. Никаких тех проблем, которые убивают землеройки, у неё нет в принципе. И летучая мышь, она ещё меньше даже землеройки, ещё легче, потому что им летать нужно. С колоссальной скоростью метаболизма она живёт 50 лет. Может быть, даже больше, сейчас на самом деле до конца никто не знает, но 50 точно. И при этом, похоже, что даже и не стареет. То есть вот эволюционные новаторы, которые изобрели что-то невероятное, что позволило им бешено приспособиться, они должны терять старение. Вот в этом состоит гипотеза. Ну и возвращаясь к Иолам Скулачёвой и на возможному будущему развитию борьбы со старением, ведь, как мы с вами говорим, старость – это не болезнь, а значит, нельзя продавать лекарства в аптеках. Значит, и много будет сложностей наверняка у вас и в дальнейшем. Ну, дело-то всё-таки вы делаете крайне интересное и нужное. Но думаю, что сложности будут ещё и борьбы с огромными финансовыми гигантами, которые производят лекарства, большое количество в медицинской оборудовании и так далее, и так далее, и так далее. Ведь если Иолы и Скулачёва начнут серьёзно работать, мы прекратим болеть и будем умирать только от каких-то несчастных случаев и, не дай бог, войн. Мы отрубаем некий такой важный механизм старения, но похоже, что всё-таки он не единисный. Всё-таки если природа что-то решила, она нас сведёт в могилу рано или поздно. Но если всё подтвердится, подтвердится всё то, что мы видим на животных, на человеке, действительно, жить будем дольше, болеть будем меньше, пенсионный возраст, скорее всего, придётся увеличить, потому что, ну, зачем отправлять на пенсию бодрого, здорового 65-летнего юношу. Поэтому многое изменится. Слава богу, пока вот эти фармгиганты на нас смотрят в перевёрнутый бинокль. Потому что такого ещё не было. Никто не пытался вывести на рынок лекарства от старости, даже болезни же такой нет. И на самом деле, и слава богу. Мы потихонечку работаем, у нас хватает ресурсов для этого, всё идёт достаточно бодро. И пока мы мимикрируем, мы делаем вид, что мы делаем просто лекарства от определённой старческой болезни, потому что если вещество что-то делает с процессом старения, оно будет полезно при многих старческих заболеваниях. Вот этим пациентам мы и помогаем. Ещё одна группа с ещё одним лекарством. Ну да, экзотичные из России, но мало ли чего. Гагарина запустили, может, ещё что-нибудь запустят. К нам такое отношение чувствуется. Но если нам будет сопутствовать удача, и всё подтвердится, на самом деле даже на 10% подтвердится, то это, конечно, здорово перевернёт медицину. И тут уже у нас могут возникнуть проблемы. Но что нас успокаивает, что мы не первые, кто это сделали. Флейминг своим пенициллином перевернул медицину гораздо сильнее. И всё кончилось хорошо в результате. В результате. Да, вообще, да, человечество переживало такие мгновения, когда оно могло пойти по другому совершенно пути. Например, Никола Тесла, который доказал и разработал систему передачи электроэнергии на расстоянии, мог двинуть человечество совершенно в другую сторону. И нам и нефть, и газ не нужны были бы, да, для того, чтобы летать в космос и так далее. А мы перемещались бы на расстоянии с помощью электричества. Но этого не произошло почему-то. Человечество всё-таки решило оставить себе нефть и газ. Ну, наверное, к этому были причины экономические, политические и так далее. Хочется, чтобы с Иоанном Искулачёвым не происходило то же самое. А мы все хотим жить как следует и долго. Я не думаю, что есть люди, которые изначально говорят, «Не, мне не интересно, не хочу». Нет, конечно, любой, кто хоть на секунду поверил в наши доводы или хотя бы решил их рассмотреть, он, конечно, присоединяется к нашим сторонникам. Я буду вашим сторонником, безусловно. Я хочу жить долго и качественно. Естественно, мне много фильмов надо снять. Вот если... Особенно тех людей, которых не смущает уход на пенсию в 95 лет, ну, просто потому что уже больше нельзя. Такие люди, конечно, наши сторонники. Мы этому очень рады. Мы работаем ради них. Ну, смотрите, ведь когда вашего отца, Владимир Петрович, и вас спрашивают, что же будет с человечеством, как и я, мы имеем в виду, что люди будут жить 120, 130 или еще более того, все. Конечно, с этим будут связаны многие сложности, к чему мы даже... Сложности, о которых мы даже трудно себе представить с перенаселением планеты. Однако же у этого есть еще самый главный посыл, да? Это средство может лечить больных людей и помочь больному ребенку с сахарным диабетом. Да, на самом деле возрастные неприятности у нас начинаются очень рано. Наша иммунная система начинает стареть сразу после полового состревания. Вот она на пике в 12-14 лет. Наши мышцы начинают стареть лет с 25. Зрение с 40-50, в зависимости от того, сколько вы проводите время за компьютером или какими-то там оптическими прицелами. И на самом деле первую нашу задачу мы видим вовсе не в спасении всего человечества от старости, уж извините, слишком наглая научная задача, а в том, чтобы помочь больным людям, у которых в каком-то виде, в каком-то возрасте, это может быть очень рано, проявились эти старческие болезни. Наше вещество обладает очень хорошим противовоспалительным действием. Воспаление – это типичный признак возраста. Вообще многие сейчас исследователи рассматривают старение как такое постоянное подвоспаленное состояние, которое прогрессирует. И это очень вредно, это провоцирует огромное количество заболеваний. Вот с этим мы боремся. Вот типичный такой признак старения – медленное заживление ран, связанное с тем же воспалением. Люди очень часто наносят себе раны, просто надевая контактные линзы. В результате, когда вы их снимаете вечером, у вас идёт некое соревнование молодости против старости. Молодость хочет зарастить это повреждение, чтобы утром был свежий, чистый, новый глаз, на котором можно опять надеть линзу, чтобы опять её повредить. Старость говорит, что давай не успеем. И тогда этой линзой ты опять усугубишь повреждение. Вот мы только что завершили исследование, вот, слава богу, глазные капли, это уже можно легко проверять в клинике, что наше вещество ускоряет процесс заживления. Поэтому оно полезно и 20-летним, и 40-летним, и 60-летним людям, которые носят контактные линзы. Такой маленький трюк, а он позволяет решить довольно много проблем. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к волонтёрам, а вы сами-то это средство на себе попробовали? Я пока только глазные капли попробовал, потому что я точно знаю, как они работают. Я, в общем, пытался попасть в группу добровольцев, которые будут перорально применять, надо мной посмеялись медики и выгнали. Потому что у меня, как разработчика, очень серьёзная будет мотивация скрыть побочные эффекты, чтобы всё было очень-очень хорошо. И поэтому я жду, когда закончат наши исследования на добровольцах. А они идут уже? Они вот сейчас идёт набор, последний уже добровольцев, последнее разрешение мы получили. И наша задача выяснить, когда ты съедаешь 5 мг СККУ, вот из Йона Скулачёва, сколько мг у тебя в крови. Это довольно тяжело предсказать, нужно проверять экспериментально. Вот Минздрав разрешил провести это коротенькое исследование. К концу года мы его закончим, тут я буду крепко думать. Так, а когда вы мне скажете о том, что уже можно и к 50-летним, не только 40-летние могут принимать, а 50-летние, я буду первым. Что мне нужно сделать для этого? Я боюсь, что буду заболеть какой-нибудь нейроболезнью. Потому что сначала нам, опять же, разрешат пробовать только на больных с целью не замедлить их старение. Минздрав нас поганой метлой выгоняет с этими рассуждениями. А помочь при определённых нейропатологиях, связанных с инсультом, последствий инсульта, гибели нейронов, потому что эта гибель идёт как раз по этому старческому механизму. Активация апоптоза, гибели клеток запрограммированной. И вот тут по механизму наше вещество должно очень хорошо работать. И на животных отлично работает. Вот это то, с чем согласился Минздрав, что он готов рискнуть пациентами, чтобы пытаться им помочь новым нейропротекторам. Так что пока что мы вас ещё не возьмём. Каждая живая человеческая клетка запрограммирована, как мы с вами говорим, на самоубийство. Только у одних она ускоряется, а у других нет. При этом Академик Амусов, посвятивший свою жизнь продлению жизни, говорил, чтобы быть здоровым, нужно первое – физические нагрузки, второе – ограничение питания, третье – закалка, дальше – время и умение отдыхать, что в принципе понятно. Но самое главное, пятое – счастливая жизнь. Категорически согласен с Академиком. Это странное понимание, ведь ни с какой научной точки зрения нельзя его определить. Счастливая жизнь. Как это? На самом деле, до последнего времени было нельзя, но буквально в прошлом году американские исследователи опубликовали очень интересную работу, которая очень здорово льёт воду на нашу мельницу. А работа заключалась в следующем. Есть, ну это скорее такая психологическая норма, два типа удовольствия – гедоническое и эвдемическое, или эвдемоническое, не знаю даже русского перевода. В чем разница? Гедоническое – это удовольствие от вкусной еды, от какого-то там, не знаю, красивой картины, может быть. Ну, в общем, что-то такое, связанное с потреблением. А это, ну, короче, бежал-бежал за мамонтом, завалил его, съел, наелся и отдыхаешь. А эвдемическое удовольствие – это уже чисто антропогенные вещи, придуманные человеком. Удовольствие – это хорошо сделанная работа. Когда ты долго-долго пилил какой-то проект и его завершил. Когда ты долго-долго, не знаю, молился божеству, оно тебя увидело и привитило. Когда ты, не знаю, видишь как раз тут твои дети и понимаешь, что они не такие идиоты, как тебе казалось раньше. Вот от какого-то такого жизненного свершения. Удовольствие можно измерять биохимически. У него есть довольно много гормональных последствий, это известно. Так вот, выяснилось, что последствия для иммунной системы, которые, в общем, это стержень нашего организма, у гедонического и эвдемического удовольствия совершенно разные. Гедоническое удовольствие угнетает иммунную систему. Оно делает нас менее приспособленными, менее устойчивыми. Эвдемическое удовольствие её стимулирует. Оно позволяет нам жить дольше. То есть одно ускоряет старение, другое замедляет. Это совершенно сумасшедшие результаты, которые мне совершенно неудивительны, но из общефилософских соображений. Потому что, что значит, ты догнал мамонта и его съел? Ну, замечательно, ты живёшь нормальной животной жизнью, ты живёшь для себя. Поэтому, как только ты размножился, передал гены следующему поколению, всё, можешь уже выходить в тираж. Твоё старение надо ускорить. Что такое эвдемическое удовольствие? Оно всё связано с тем, что ты работаешь не только на себя. Вот все вот такие проекты, которые ты завершил, ты это обязательно для кого-то. Может быть, для Бога, но, как правило, для других людей. И, значит, ты даже если ты уже не размножаешься, ты уже там древний старец. Но ты учишь молодняк, ты полезен для своего вида. Ты передаёшь ему информацию в следующее поколение не с помощью размножения, через гены, а просто вербально. Люди единственные, кто это умеет. И таким людям надо продлевать жизнь с точки зрения, опять же, эволюции, стабильности видов. Они полезны. И вот тут мы переходим к концепции нашей, которой я очень горжусь, полезных и вредных бабушек и дедушек. Так, интересно. Ведь, действительно, мы очень странные животные. Нам можно жить, когда мы уже не можем размножаться. Это редчайший случай в природе. В животных не так. В животных, как только ты подошёл к менопаузе, всё, ты после этого умираешь. А нам разрешено даже большую часть жизни теперь жить уже после, когда там, ну, женщинам после 40 не рекомендуют заводить детей по числе биологическим причинам. Они же доживают до 80-85. Но, мне кажется, разумно, потому что мы можем передавать информацию с помощью мозгов и речи. Но дальше возникает маленький нюанс, что некоторые это делают, а некоторые нет. Не пользуются вот этим даром. И если представлять, как это всё было в первобытном обществе, в пещерах, а мы не изменились совершенно с тех пор, то такие люди просто занимали чужое место в пещере, ели чужую еду, да ещё капли всем на мозги, если они там были мизантропами. И поэтому никого не учили. И вообще-то, с точки зрения биологии человеческого вида, их старение надо было бы ускорить. А вот те, которые... А те, которые собирали вокруг себя молодняк, что-то им вещали, даже с какой-то ответной реакцией, их старение надо замедлять до последнего и держать, пока они вот ещё могут кого-то научить. И похоже, что это правда. Вот с этим разными видами удовольствия работает, подтверждает, ну и просто жизненные наблюдения. Одна из категорий людей, которые живут аномально долго по сравнению с остальными, это университетские профессора. Причём, если вы вспомните какого-нибудь своего любимого профессора или его какого-то коллегу, наверняка вспомните ситуацию, когда профессор был молод и бодр до 80-90, гонял по кафедре, и кто-то его подсидел, отправил на пенсию, на дачу читать ключевую, то такой человек обычно сгорает за несколько лет от болезни, о которой он даже не подозревал, что они у него есть. Вот это типичный пример замедления старения. Ну, может быть, то, что вы сказали, безумно интересно, и вы сказали, так Бог сделал. А вы верующий человек или агностик, как ваш отец? Нет, я скорее агностик, я не понимаю, как это всё устроено, и предпочтаю не вдаваться в этот вопрос. Тогда надо пояснить всегда, что для тех, кто не понимает, что атеист, тот человек, который просто не верит в Бога, а агностик, который, говорит, ещё не проверено. Раз не проверено научным путём, значит, я не могу верить или нет. По этому поводу один из наших коллег, верующий, геронтолог, очень известный учёный, он в некотором момент ехал в поезде и узнал, что в соседнем купе едет один из очень высоких иерархов Русской Православной Церкви. Он, естественно, к нему пробился на приём и задал свой ключевой вопрос. Вот, батюшка, мы как бы идём, получается, что против замысла Божьего мы продлеваем жизнь человеку. Это вообще, как вы считаете, богоугодное дело или мы что-то не то всё-таки делаем? Иерарх задумался, дальше спросил, а как вы считаете, Бог вам попущает? Ну, вроде пока всё очень удачно идёт, похоже, что попущает. Ну, значит, богоугодное. А правда ли, что 27 функций организма, подверженных старению, благодаря вашему лекарству, ионам с Кулачёва, замедляются, останавливаются и возвращаются? Замедляются, останавливаются или возвращаются. Разные функции ведут себя по-разному. Это, опять же, должен сказать, сделано в основном на животных, хотя мы уже туда можем несколько функций человека добавить, благодаря нашим глазным каплям. И, кстати, косметика тоже на коже, она довольно здорово действует. И да, это правда. Это то, что нас вдохновляет, и, похоже, наша гипотеза не такая сумасшедшая, как казалось в самом начале. Изначально она считалась сумасшедшей? Во всяком случае, так говорили вам ваши оппоненты? Да, вообще для биолога заниматься старением – это очень стыдно. Это самая загаженная область биологии и медицины. То есть такое количество шарлатанов, каких-то странных людей, и, самое главное, искренне заблуждающихся, нет ни в одной другой области. Поэтому вот в этом смысле это доблесть моего отца, который наплевал на все, и к этому пришла в голову интересная рабочая идея по поводу старения. Он объявил, что теперь наш институт будет ей заниматься. Но на этом нужно обладать самым высоким индексом цитирования в России, чтобы пойти в эту сторону. А при использовании в дальнейшем, я понимаю, что сейчас идут измерения, изучения, но при использовании, как быстро человек сможет почувствовать себя лучше и почувствовать в себе изменения, принимая препараты? Вот в этом есть некая проблема лекарств от старения, потому что как оно должно действовать? По идее, ты его выпил, на следующий день ты такой же, как был вчера. И потом еще через день, через два, через три. И через месяц. Через месяц. А через месяц, в принципе, у нас ничего не происходит. Я в свои 42 сейчас себя чувствую так же, как в 40. Ну, вы не выглядите на 42, потому что вы увлечены, у вас есть более, как вы сказали, удовольствие? Эвдемическое. Да, я постоянно его получаю. Каждый день жизни нашего проекта – это большое достижение, как организатор. Я перед вами такой же человек. Для меня тоже завершение большого проекта и признание зрителя, да, и выраженное в том числе и в собственном удовольствии, и в желании работать дальше, мою жизнь подогревает. Если посмотреть на моего отца, похоже, что эта штука работает до 80 точно. Поэтому вот это тот рекомендатор, который мы можем дать немедленно, что могут делать люди, чтобы дождаться наших таблеток. Кто будет производить эти таблетки? Каким образом эти таблетки дойдут до потребителей в этом? Есть уже какое-то понимание? Да, конечно. На самом деле, наши исследования очень дороги. Нам пришлось привлечь довольно серьезные инвестиции. На самом деле, наверное, это самый большой биологический проект в нашей стране нынешний. По количеству участников, деньгам, амбициозные задачи уж точно. Но обращаю ваше внимание, что это инвестиции. То есть это не грант. Нам эти деньги придется вернуть тем, кто их дал, да еще с очень серьезными процентами. Инвесторы молодцы. Они понимают, что задача очень длинная. Они готовы подождать лет 10. Но, кстати, этот срок подходит. И поэтому у нас есть четкий план, как мы должны действовать, как мы должны выводить на рынок, продавать эти лекарства. Сначала, естественно, не от старения, а для борьбы с конкретными старшескими болезнями. Но по первой само вещество будет синтезироваться здесь, в этой лаборатории. Ее мощности хватает для того, чтобы обеспечить глазными каплями просто весь мир. Там очень небольшое количество вещества. Для системы применения, я боюсь, только на Россию хватит. Ну, тоже неплохо. Но замешивание непосредственно глазных капель или таблеток, или всяких других средств, это мы отдаем на сторону в России достаточно хороших фармзаводов, которые мы им поставляем секретное вещество, сделанное здесь, по секретной технологии. И это мы держим в своих руках максимально. И никому не хотим отдавать. Так. Слишком много денег и усилий в это вложено. А выпуск средств, это, в общем-то, не так сложно. Это может наладить любой. И заканчивая нашу беседу, которая мне очень интересна, я надеюсь, что мы еще продолжим, еще поговорим на эту тему, даже вне стен этой замечательной лаборатории. Я хочу цитатой про одну женщину, которая на предложение сделать пластическую операцию сказала, «Я так долго зарабатывала эти морщины, столько пережила, и теперь вот так за здорово живешь их взять и отдать ни за что. Стареть надо с достоинством». Но если фантазировать, то благодаря вашим Ионам Скулачеву мы сможем сохранить многих очень интересных и важных для нас людей. Но в то же время сохранятся и будут жить долго, вечно молодыми наши артисты, например. И мы будем все время видеть одних и тех же артистов в разных фильмах. Я понимаю, что это некий вообще такой очень большой разговор на эту тему, потому что это все-таки пока все-таки из области хороших, но фантазий. Но люди должны фантазировать и стремиться, иначе не было бы эволюции. Хотя мне трудно себе представить, через 80 лет я смотрю первый канал, и там вечный Ваня Органт до сих пор говорит нам добрый вечер. На самом деле вы правы, потому что человечество только сейчас позволило себе серьезно заняться старением. Вот теперь этим заниматься уже не стыдно. На этом работают уже десятки и сотни лабораторий в разных местах мира. Мы в этом смысле себя видим как некоторых лидеров. Поэтому проблема старения, похоже, что будет решена. Так же, как сейчас решена проблема СПИДа, а скоро будет решение. СПИД не считается в разных странах смертельной болезнью. Ты не можешь получить определенную страховку, если ты болен СПИДом, потому что ты можешь себя поддерживать сколько угодно долго, и у тебя не будет определяться вирус в крови на современных препаратах. А проблемы рака, их сейчас щелкают одним с другим. Их очень много, нет такой болезни рака, он очень многообразен. Ноги до сих пор смертельные, это очень печально, но, тем не менее, тоже подбираются. И примерно через несколько лет, я уверен, что примерно такой же флаг будет выкинут и все дуаринусы по поводу старения, потому что находятся подходы. То есть, эту проблему мы, биологи, медики, рано или поздно решим, похоже, что рано. То есть, этому осталось лет 5, 10, 15, вот какие-то, это мы еще с вами увидим. И вот тут еще я хотел добавить, один из рецептов, как чувствовать себя счастливым, одно из необходимых компонентов этого – это стресс. Ведь что значит стресс? Это значит вызов для какого-то, что ты должен сделать. И вот умение преодолеть стресс, из него выйти и правильно его разрешить, решив проблему на самом деле, оно дает то самое эвдемическое удовольствие. Ну, вы правы, если бы там тот же фильм снимать легко, без стресса, то и не получишь удовольствия, когда в результате ты понимаешь, я это сделал. И вот это, и даже ваша иммунная система, похоже, вам дает определенные, начисляет баллы на карточку. Да. Есть всегда некий баланс, мы надеемся нашими ионами сдвинуть в сторону жизни. Но, возвращаясь к исходному вопросу, человечество, общество изменится. И, ну, даже если футболисты будут играть до 40 лет спокойно, нормально, это уже изменит эту индустрию. А сколько таких индустрий, завязанных на старение? Они, в общем-то, все. Да. Но, мне кажется, будут хорошие изменения. Посмотрим. Будем надеяться. И, встретившись в этой лаборатории лет через 10, я смогу из какой-то пробирки попробовать то, что мне сдадут в этой лаборатории, и чувствовать себя более счастливым, и замедлить рост своего старения. А может быть, вы даже принесете это из аптеки соседней? Это вообще можно было бы только мечтать. Спасибо вам большое. Здоровья всем, удачи всем нам. И будьте счастливы. Это самое главное, как выяснилось. Спасибо. 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 Спасибо.